Всем привет дорогие друзья, с вами Юга и это итоги челленджа с нуля по 60 левел И что у нас произошло за эти 3 дня стрима, все итоги, все особенности, что мы узнали Информация, которая возможно станет полезна для вас, а возможно нет И еще очень важный дисклеймер к этому видео Это не гайд, как качаться с нулевого по любой другой левел Это итоги челленджа Будьте пожалуйста внимательны при просмотре этого видео Здесь вы найдете полезную информацию, узнаете с чем столкнулся я Расскажу об особенностях, я человек играющий в Black Desert 5 лет И для меня, для самого себя, это был кстати очень интересный челлендж, который я с удовольствием прошел В марафоне получается у нас по 12 часов в течении 3 дней У нас было 3 стрима по 12 часов Общее количество времени потрачено на прокачку я также сегодня скажу Так что погнали Начать я бы хотел с объяснения, почему бы Почему я выбрал именно класс ниндзя Тут все очень просто и не имеет никакой подоплеки Я 5 лет назад, в сентябре 2015 года Заканчивал последний стрим скорее именно за этот класс Так совпало, что выход этого гайда приурочился к тому, что произошел нерф наследия ниндзи И никак с этим не связанным Я о классе знаю в этом немного, играю на нем буквально 3 дня За эти 3 дня, в принципе, ту часть, которую я для себя освоил, она мне понравилась Также и выбор наследия стал основополагающим ключом Потому что хотелось бы увидеть, как новый игрок будет воспринимать наследие, а не пробуждение персонажа И знаете, у меня остались позитивные эмоции, в частности от ниндзя Было действительно тяжело перестроиться с волшебника на него Это все-таки физик, но он очень быстрый, очень мощный И, конечно же, нерф произошел в PvP, в PvE Я вижу, что класс очень себя неплохо показывает Мне понравилось, хотя я и бегал на лоу-левел мобах А ниндзя у меня положительные впечатления И я все еще не прогадал в плане того, что этот персонаж у меня где-то в списке, которых мне нравится Один из, ну не из первых, но, наверное, после ДК-шки занимает второе, третье, ну, не знаю, третье место стабильно Вот так, поэтому ниндзя был вот просто потому, что так совпало и больше ничего Это что касаемо класса Если вы хотите выбрать, я еще раз говорю, класс, если вы новичок с нуля Приходите в эфиры, мы с вами определимся, я вам помогу с этим без проблем Так или иначе Эфиры, знаете, где меня искать, ссылочка на Twitch всегда под этим будет видео Теперь мы поговорим про этапы Этапы просто, я не знаю, у меня там достаточно много пунктов И первый из них, я для себя в этом челлендже определил прокачку по квестам Да, до кальфионской цепочки Почему это важно, объясняю Кальфионская цепочка, одна из основополагающих здесь сюжет Ее нужно в любом случае пройти, потому что многие вещи, квесты В дальнейшем, которые у тебя появятся в основных, рекомендованных И даже ежедневных, так или иначе будут повязаны Опять же, пройдя цепочку, эти цепочки, вы получите минимум два питомца Которые будут бесплатно давать вам НПЦ Поэтому проходить их обязательно Последняя же цепочка, которая была пройдена, квестовая Это была медийская За медийскую мы получаем петалу, кошку первого ранга И это был, так сказать, вот такой, знаете, такой дыщ, удар молотом Потому что обязательно кальфионская цепочка медийская для получения четырех питомцев Об этом вам нужно сказать, вы должны это услышать Все питомцы также проглядываются, насколько я помню, в рекомендованных у вас три квеста Если вы наведете на каждый квест, соответственно, написано, что нужно для его завершения Говоря о кальфионской цепочке, я упоминаю, смотрите Если мы не завершаем вызов Хекс и Марии, мы не получаем огромную цепочку Мир полон врагов Где в дальнейшем тебе насыпят огромное количество заточек на оружие Для новичка это необходимо Я не доделал расширение винтаря, так как это квесты у нас То есть они даются в процессе прохождения, вы расширяете, вы обязательно можете их доделать И много-много всего хорошего Квесты в БДО это одна из самых лучших частей И так вам скажу, до 56-го лично я выбрал прокачку на квестах По той простой причине, что я хотел забрать и показать, что у меня будет большое количество инвентаря Которого мне хватит И очков навыков И посмотреть, как генится опыт Ответ, опыт генится хорошо В дальнейшем можно также идти по квестам, но об этом чуть дальше и поподробнее Опять же, что касаемо прокачки по квестам Еще один пункт, который бы я хотел упомянуть Не забывайте разговаривать с неписями Это просто мой совет Для этого вы сможете набрать нужное количество энергии и очков влияния Просто по первой разговаривая с ними И проходя те или иные этапы Это очень, в принципе, полезно, чтобы не возвращаться Так что смело Проходите, общайтесь с ними, разговаривайте, открывайте их Еще один важный пункт Я не выполнял сап-квесты То есть я почти не выполнял их То есть если есть квесты, которые так или иначе по основной ветке черного духа меня вели Я их брал Они давали мне заточки дополнительные и прочее, прочее В основном я их просто скипал Итак вот В самом начале, когда у вас есть выбор между качем и квестами Даже если вы с нуля Я вам все равно всем, абсолютно всем рекомендую И новичкам, и тем, кто вернулся, начинать с квестов Прокачать вас можно очень быстро Это не проблема 56-й берется минут за 20 Со всеми свитками, плюшками И это действительно очень быстро И сейчас может прокачать Но то количество дополнительного всего, что вы получите, проходя по квестам Вы этого, ну, не доберете И потом, действительно, честно говоря, не очень приятно возвращаться Мир игры непонятен Историю вы не узнали Просто пробежались И игра, опять же, у вас вызывает состояние А что тут только один мободрочий грин? Что тут больше нечего делать? Нет, ребята, идите по квестам Отличные ролики сейчас добавили Крутейшие катсцены даже есть Выбор То есть, я советую Квесты обязательно Все Далее После 55-го левела Это самое простецкое, на чем вы заканчиваете цепочку квестов на Кальфионе Начинается медийская Медийскую мы также Я его прошел Как же я уже сказал ранее Вот, соответственно, нужен 56-й левел Как раз набор очков навыков стал одним из ключевых моментов На которые я задержался Что когда, соответственно, 56-й получил На данный момент я имею 1682 очка навыков Я, естественно, мог бы сделать еще гораздо больше Если бы при должном, так сказать Ну, как сказать Если бы чуть дольше постоял на таком прекрасном споте Как у мертвия Вот, один из самых быстрых наборов навыков Идет именно там Вы не поверите Но эти скелетики дают ощутимый плюс Поэтому у мертвия всем советую Остальные очки я брал на грибах Вы можете сказать Юга, ну, можно и там, и там За Тестина Но у мертвия, если вы именно целенаправленно хотите их брать Идет чуть быстрее Как минимум у меня вышло на 6 очков навыков в час Больше, нежели чем на грибах Про Тестина Как говорится, печать одобрена Можете смело этим пользоваться Лайфхаком В частности, на 56-57 Потому что в этом На самом первом этапе Даже если вы идете по квестам У вас уже на 56-57 становится заминка Вот она у меня стала Я ее уже, соответственно, на стриме сказал Что у меня будут проблемы Я высчитал все свои скиллы И, соответственно, остался на часик под свитками на умертвиях И не прогадал Огромнейшее количество навыков А дальше после 57-го пошло дело На 57-й и 60-й левел я брал на грибах На споте Лес Поле Лес Поле Это спот, располагаемый чуть выше Грана На территории Камасильвы Атаке здесь нужно 160 К этому моменту я уже, допустим, к 56-му имел, по-моему, 170 атаки И очень быстро набирал левел за счет того, что сделал себе Бежу Асулы Сет, соответственно, сделал обязательно доспех магической мощи И, допустим, сделал себе сет Гурнил, чтобы чуть плюс-минус получить атаки ХП и чуть не пробивали Имея к 57-му левел уже Кзарку И Сюрикен Кутума То есть даже уже к 56-му я, получается, у нас получил Кзарку И уже Сюрикен Кутума получил на, по-моему, на грибах, если я не ошибаюсь У меня там было гораздо... Мне очень было комфортнее Плюс ко всему я выбрал Наследие И вообще очень угадал Очень угадал До Каранды у меня были заточены 18-й зеленые клинки Баф с эффектов урона я также перенес и на первую стойку Камни Инкрустации у меня были по минимуму боевые опыт ХП, потому что сейчас очень действительно тяжело все это купить Очень много игроков, все скупается В общем, самые простецкие камни Самый главный из них я бы выделил боевой опыт 10% В шлем, который вам еще также по медийской цепочке могут выйти по квестам Там 3% и он как 15-й заточенный Но я брал Грунил, потому что было очень удобно В плане бонуса ХП и атаки Это, в принципе, спасало и Асула, соответственно, дальше Вот И плюс ко всему За все эти этапы я также прошел, как я уже говорил По Бош-моткам Они все, видите, у меня здесь Представлены на экране То есть абсолютно все 18-е вещи у меня здесь есть на аккаунты На аккаунте И, ну, то есть квесты я все прошел Мне действительно В плане самых легких это 1000 мобов там И посадить 5 оливок Это не составит труда Сейчас все продается на аукционе Это не проблема То есть так что можете спокойно Покупать, забирать с яркой С фейкой, с яркими крылышками Мне, конечно же, повезло Я ее вытащил По-моему, со второго раза Ну, просто Ну, просто везение Согласитесь Ну, а в дальнейшем 1000 мобов 5 дискотек 5 дискотек Я потратил 75 миллионов серебра Я сам не фармил Валенсию Я купил их с денег нафарменных Но и в других Это довольно-таки Ну, для новичка все-таки большая сумма 75 миллионов Но я советую так или иначе Кооперироваться с ребятами Потому что многие ходят Можете покричать в мировой чат Это полезный совет от меня Чтобы найти ребят С кем можно это все пройти Можно в складчину Просто купить по 2 Не знаю 2-3 дискотеки По одной там найти Несколько человек И завершить Потому что засчитываться Квест будет всем Коммуницируйте Это не игра про соло Также еще Такая фактика Почему я обязательно О нем упомяну Это сундуки с оружием клифа Я сделал все на них квесты Советую вам делать Когда уже достигнете Больших лавелов Типа 60 И броня ваша будет уже большая Потому что Я со своим опытом боссов В целом Первого босса бил На 56 лавели Красного носа Он у меня бивал 4 или 5 раз Но это все фигня Не теряется опыт Не теряются камни Просто надоедает Оттуда сюда бегать А в остальном Все остальные проводятся Без проблем Оружие вы можете Заточить на 18-19 Отдать это клифу Обменять его на деньги Причем немножечки большие Они вам помогут Для стартового капитала 19 пушек Поэтому оружие клифа Квест выполнять обязательно И точить его На 19 это конечно Эри Борн согласен На 18 сделать все 3 Минимум нужно Хорошие деньги Они вам понадобятся Вот Какие особенности И такие полезные советы Хочу вам еще раз Рассказать о том Что я знаю Во-первых 56 левел Это креугольный камень всех Людей кто качается Почему На 56 левеле Вы получаете Пробуждение Тире наследие Вы не можете взять Наследие без пробуждения Соответственно Вам буду давать Очень важно Очень важно Две Сферы клифа И квест У черного духа Я совершил ошибку Я почему-то взял Проклассал Забыв об этом моменте Потому что Когда вы получаете Пробуждение Вам дают квест Взять Обязательно Ну то есть Вы можете от него отказаться Он будет у вас Висеть у черного духа А в наследие Те обязательно дают Потому что там есть Соответственно Книжка Которая активирует У вас скиллы наследия Без этого Ну то есть Вы не сможете Его заюзать То есть У меня получилось Две сферы Ошибка Не совершайте ее Просто не берите Квест черного духа После пробуждения Возьмете После наследия И раскидайте Нужные вам скиллы Соответственно Очень важно Передайте друзьям Которые будут качаться Запомните сами Один такой момент Который я хочу осветить У меня бижутерия Асула Для вас Есть Две Ну очень важная информация Которая В целом Я думаю Она вам понадобится Это Так называемые Книги Книга Шарихана Это в дальнейшем Если вы будете качать 60 61 левел С помощью этой книги Вы можете его получить Буквально за час Что Ну во первых Нужно сделать квест На эту книгу Ссылку на Orbit Games Я прикреплю в описании Книга будет давать Во первых Колесо получаем Серебряных слитков Увеличенной дистанции Обзора 150 метров И 30% Это важно Опыт За задание То есть Пройдя все цепочки Вы получите 61 левел Буквально за час И Возвращаясь к цепочкам Обязательно Сейчас новая бежа Которая Пояс Каменного сердца Кольца красного песка И соответственно Сергио колец Это три бежим Три Три этапа квестов Соответственно Дриган Валенсия И Камасильва Которые Нужно пройти Атаку Вы сами видите На экране Она довольно-таки Большая Хорошая Эти кольца Гораздо лучше Кольца серги Лучше чем Асула Кольца серги И дают парно Квесты Также здесь Описаны Где Как Что Дает Ссылочки Будут Под Роликом В описании Не упускайте Обязательно Проходите Все Цепочки Для начала Для нулевого персонажа Это Очень важные Моменты Которых Просто Нельзя Игнорировать Обязательно Их сделайте Вот А теперь Давайте Подведем Такие итоги Ну Вообще Что у нас Вышло Заработал я На этом аккаунте Наверное Не такую огромную сумму Да и в принципе Я не стремился Что-либо заработать Это я ничего не продавал Ну по сути не продавал У меня вышло 200 миллионов Сейчас чистыми Ну там плюс-минус За счет потраченного Я все точил Покупал дорогие вещи Некоторые Их я уже продал Для того Чтобы ускорить Прокачку Я знаю Как это делать Вам Как я делать Не советую А о том Как я это делал Вы можете посмотреть Будь на стримах Кстати тоже важно Ссылки на Все стримы Я прикреплю Тоже в описании Как это все Происходило В живом этапе Ссылки будут Доступны всем Они будут на твиче Переходите туда Вот Так как я делал Делать не нужно Потому что я все делал Для ускорения Прокачки Своего персонажа До 60 левла Путем Очень странным Но как мне Казалось Очень удобно Потому что Мне в принципе Не возникало Ни на каком этапе Каких-либо проблем Так или иначе Для новичков Есть огромное Допустим Если ты начинаешь Это оружие Арнелла По-моему Которое продается У оружейника В той же Я не знаю У любого оружейника В начальных городах Так что Обязательно Оно стоит Недорого 250 тысяч Дает большую меткость Но немного атаки С нее можно начать Так или иначе Точить оффхенд На атаку Или на меткость Я человек Прошаренный Я знал Как это делать И вам Я советую Все-таки Взять оффхенд На меткость Для тех Кто Как бы Уверен в себе Берите На атаку Я проблем С меткостью Не испытывал Мне нормально Но У многих новичков Она может Так или иначе Произойти Поэтому Будьте Внимательны К этому моменту Будьте осторожны Смотрите Что берете Никакую начальную бижу Я не покупал Я выполнил квесты На ожерелье Асулы На кольцо Асулы На Получается Серегу И пояс Собрав сет Все Больше я ничего Ничего не делал Мне этого было достаточно Чтобы фармить Соответственно С увеличением атаки Если бы Выполнил И сделал себе 200 атаки А это вполне реально Даже за пару дней Можно было уже Выфармливать Я уже был Нацелился на пилап Тем более С таким Как говорится С этапом Который у нас есть Что еще Потраченное время Время Соответственно То что у нее будет У нас прошло 12 По 12 часов Были стримы Это такие Три марафона Если убрать Ну я с каждого стрима Просто Скостил По 2 часа На отдых То есть у нас Получается 30 часов времени За Трое суток Это вполне себе Нормально До 60 левла В принципе Я получил И неплохое Неплохое количество Навыков И Плюс-минус Опыт Вещи Деньги Но поверьте Если вы будете Качать на аккаунт С нуля У вас никаких 30 часов не будет Я выхожу За счет своего Знания Опыта Плюс С особенностью Некоторых моментов Было Которые мне хотелось бы Посмотреть самому Как стримеру Потому что я С нуля не начинал 5 лет Это было важно Ужный мне Даже в первую очередь Опыт Которым бы я хотел Поделиться Соответственно У вас это займет Гораздо дольше Время Если вы будете Изучать все По квестам Но не расстраивайтесь В БДО Не нужно Гнаться ни за кем Шмот вы Рано или поздно Получите Ивент идет до 3 июня Это очень важно И Что хотел бы пожелать В конце Новичкам Получайте удовольствие От игры Смотрите Считайте квесты Бодрочь Фарм И прочее Вот это Все чем вас пугают На стримах Или в других Комментариях Это присутствует в игре Никуда из этого нет Но умейте Получать удовольствие От игры Умейте получать Удовольствие От процесса Так или иначе Сейчас В данном этапе До 2020 Это реально Я получил удовольствие Просто прокачав На нулевом аккаунте Без доната Персонажа До 60 левела В дальнейшем Его можно качать Одевать Покупать ему Какие-то вещи Выкупать на аукционе И так далее И тому подобное Это реально И эту реальность Я узрел Своими глазами Нюансов много В донаты В игру И прочее Без них никуда Но честно могу вам сказать Мне понравилось Какой-нибудь новый челлендж Я можете В дальнейшем придумать Возможно даже С этим персонажем Но пока Мы приступаем Продолжаем фармить Так как у нас Ценники растут И зарабатывать надо Вот собственно и все Такое информационное видео О итогах челленджа От 0 до 60 Спасибо за прослушивание Спасибо за просмотр По традиции Лайк, подписка Комментарии Из 4 слов Очень поддержит это видео И поможет возможно Кому-то Кто наткнется на него Сделать свои выводы Всем до скорых встреч На просторах Ютуба и Твича И до скорых Хороших новых видосиков Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok